Всем привет, мои дорогие подписчики и гости канала. Многие из вас знают, что я сломала ногу, сломала три пальца на ноге, поэтому не могу передвигаться. Эту неделю еще вот в таком положении буду лежать, но на следующей неделе уже планирую пойти, ну, попрыгать в офис. Поэтому видео записать у меня не получилось, но для меня, спасибо ей большое, Елена Соколова записала видео, цены на продукты озвучила, показала, и показала свою квартиру. Это многим известный мой кот Гарфилд. Ну вот, это Елена пришла меня проведать. Кто не видел видео с Еленой, под этим видео в описании будет ссылочка на наше видео. Можете посмотреть, узнать, кто такая Елена, сколько она здесь живет, чем занимается. Елена, приятно, женщина. Ну и спасибо большое, что не забывает, пришла, видите, помогает, пришла, накормила, напоила, ухаживает. Спасибо. Юлечка, выздоравливай. Спасибо. Следующее видео будет у нас про страховки, пообещаю. Да, у тебя дома уже. Да? Когда я... Велкам, велкам. Ну, допрыгай, я думаю. Обязательно. Пока. Пока. Приветствую, друзья мои. Я Елена Соколова. И сегодня хочу вам рассказать о некоторых моментах, о некоторых подробностях жизни в Турции. Покажу вам свою квартиру и покажу цены в магазинах и на рынке. А пока наслаждайтесь вот таким львиным зевом, который в конце марта цветет, и пчелы его тут опыляют. Запах стоит необыкновенный. Набережная Клеопатры. И продолжение следует. Привет. Так, друзья, это магазин Шок. Шок он называется потому, что должен шокировать нас низкими ценами на продукты. И это так и есть. Это один из самых дешевых, демократичных магазинов в плане цен. И хорошее качество товара. Вот посмотрите, лук 1,5 лиры, картофель почти столько же, рубля 75. И хочу сказать, что это не на много, там, может быть, на пару копеек, на 10 копеек дороже, чем на рынке. Рынок мы сейчас увидим. Так, заходим. Вот хлебобулочные изделия. Хлебушек свежий, вот такие батоны. Лира 50. Вот за 8 лет, сколько я здесь живу, раньше было 75 копеек, но только в 2 раза он подорожал. Это немного. Учитывая, что доллар подорожал в 4 раза. Бананы, яблочки, салат, айсберг. Зелень такая, в пучках обычно на рынке 1,5 лиры. Вот такой пучок. Здесь, наверное, так же будет. Может, чуть-чуть дороже. Томаты на рынке бывают дешевле. Вот здесь неплохие, 5,95 лиры. Бибер перец. Так, сейчас пойдем дальше огурцы. Огурцы здесь не представлена цена, но мы сейчас увидим на рынке. Так, это органические яйца. Бананы, апельсин, груша, яблоко. Это обычные, и они идут дешевле, за большее количество яиц, меньше ценал. Оксана, а есть маленькие бананы? Так, молочные продукты. На Айран, видите, скидка 6,95 лиры, он стоит здесь 5,65 лиры. Такие скидки очень часто бывают в магазинах продуктовых, и не только. И они очень приятные, эти скидочки. Не обязательно, что со скидкой товар просроченный, совсем нет. Вот просто на него акция, причем один день, а завтра могут снять эту акцию. Вон сыры, вы видите, цены 500 грамм, 21 лиры. Так, вот Айран. Молоко. Вот там обойди, стой, 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 стой. Вот сбоку, вот тракторы. Ну да, папа и самок. А что это трактор? Песивая вода. Мои грушки-то не взяли. Вот это одна из дорогих. Сака 4,75 лиры, а рядом Сирма 3 лиры за 5 литров. Вот этот магазин Хазбу, он повкуснее и подороже. Давайте сюда еще раздем. Здесь прекрасная бакалея. Так, это за томатную пасту. Это за рис. Это чай. В больших упаковках. Это масло подсолнечное в данном случае. Это мука. Это какие-то печенюшки, галеты. Ферсат. Это скидка. Сегодня, значит, со скидкой эти товары продаются. Колбаска. Колбаска. Что-то цены не вижу. Сыр. Здесь маслины. Это тоже, по-моему, масло. Вот тоже написано Индерим. Это, значит, скидка. На вот такую пару Эрнет, вероятно, на вот эту вот, на продукцию этой фермы здесь вот показана скидка. В продуктовых магазинах представлены и моющие средства тоже. Вот кого интересует спиртное. Спиртное дороговато в Турции, но вы посмотрите средние цены. Вот пока. Это вины пошли 40, где-то 50 лир. Вину гранатовые, виноградные, 65, 50 получше вину. Пиво. 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 разные по цене, в зависимости от качества, от выдержки, от возраста. Якут – одно из самых дорогих и самых вкусных вин. Вот напротив моего дома очень приличный мясной магазин. Очень приличный. Посмотрите цены. Вот все здесь свежайшее, теплое, еще слегка охлажденное. Очень свежая. Fresh, fresh, I know this is fresh in this soup. Ну и курочка, конечно, подешевле, а мясо, субпродукты тоже дешево, а мясо уже, вот оно, подороже. Вы видели разбег цен и до 120 лир за килограмм. А вот, кстати, мед в суток – 35 лир. Это такой лаваш тонкий. Здесь и яйца. В общем, отлично, молодой мед. Thank you. Thank you very much. Ну вот, друзья, мы сейчас на рынке. Вот цены, видите. Огурчики – 4 лиры. Такой огромный, шикарный вторничный рынок. Прямо вот и моего дома. Лимоны – 3 лиры. Да, помидоры также 7 лир. Видите, разнообразно. Вот есть по 6. В общем, сейчас я буду, как говорят, в моей родной Украине делать рынок. Здесь 3 килограмма по 5 лир лучок. Со скидкой. Все, увидимся чуть позже. Жарбузики вон есть, я вижу. Хочу вам показать все-таки. О, здесь в одной лире петрушка. Сейчас я возьму. Обычно полторы. 10 килограмм лира. Спасибо. Ребята, ну вот он мой дом. Зелененький, серый. Видите, в центре стоит. С огромными балконами. Внизу магазин шок. И рядом же дорогая посуда Бернардо. Вот такой большой дом. И сколько, вы думаете, тут квартир? Всего 15. За счет того, что каждая квартира имеет большую площадь. Инфраструктура этого района прекрасная. Вот мы только что вышли из овощного рынка и рыбного рынка. И не стала заходить. Ну, где-то рыба примерно 60 тоже сейчас стала лир. Можно и дешевле купить. Там салаку, хамсу. Там от 20 и выше. Здесь вот магазин Бош. Вот он, техника Бош. Страховка. Вот мясной магазин. Вот магазин Мадам Коко. Цены, видите, тоже. Там дорогие цены. Это хорошая посуда. Центральный район. Оптика. Вот он, мой дом. Сейчас все увидим поподробнее, когда подойдем во двор и непосредственно в саму квартиру. Вот еще вблизи хочу снять. Вон он, шок. Буквально нужно спуститься всего лишь мне на лифте, чтобы купить чего-то, покушать, чего не достает. Посуда. И вот она, противоположная сторона. Вот этот дом буквально вырос новый. Я не знаю, когда он успел быть выстроенным. Очень быстро и очень интенсивно строится вся Турция. Здесь ковры и в этом же доме аптека. Вот мои коты золотые. Я их тут подкармливаю, бродячие. Надо сказать, что все коты бродячие находятся в Турции под защитой. Защитой закона. И здесь каждый вечер работник муниципальной службы разводит бесплатный корм. Так вот, это парадная. Парадный вход. Это по-украински чистый такой вариант. Киевский, одесский. Парадная. И здесь бесплатная стоянка, парковка. Именно для жильцов этого дома. И следующая территория для жильцов следующего дома. Вот это уже следующий дом белый. Вот мой серо-зеленый такой. Ну вот мы зашли. У нас камеры установлены. Я выбирала дом прохладный, с высокими потолками. Прохладный летом. Вы понимаете, что это такое. Это значит, он построен так, что зимой не будет очень холодно. Такое хорошее, старое, капитальное строительство. Чем-то он мне напомнил все-таки нашу старинку. Лифт на три особы. Так, вот мы приехали. У меня последний этаж. Выбирала только последний этаж, потому что в Турции любят трусить коврики с балкона иногда. Но я это не люблю. Во-первых. А во-вторых, я вообще люблю панельные окна, виды. Все, вот видите, мы зашли. Ничего я специально не готовила. Все как я. Сейчас буду вам показывать. Сейчас разуюсь. Занесу на кухне продукты. Тут моя везде живопись. Вы знаете, что я художник. Мы с Юлией Дурмас в прошлом видео вам все рассказывали. Это кухня. Так, вот я взяла клубничку еще по 10 лир в килограмм. Взяла еще... А, его тоже 10 лир в килограмм. Видите, да? Огурцы я взяла по 2 лиры. Я люблю вот такие с пупырышками. Так, ну что? Это кухня. Вот мои картины везде. Холодильник. Люблю технику Бош. У меня магазин рядом. Она... Техника очень хорошая, качественная фактически. У меня ремонта никогда ее и не было. Вот кухня. Вот, я люблю светильники такие дизайнерские. Это дороже. А можно обойтись в Турции и менее дорогими. Вот такой балкончик у меня. Весь в цветах. Там крепость видна. Сейчас мы увидим ее ближе. Крепость колезная. Мне-то видно у меня из всех окон моего дома. Так. Пошли дальше. На кухню. Были мы только что на кухне. Это был обширный коридор. Что я люблю в своей квартире, что это коридор, прихожая. Это бывает редко в Турции. Иногда заходишь и сразу уже в салоне. И вот буквально негде разуться специально. У меня вот такой шкаф. Это первый санузел. Сейчас я здесь. Первый санузел, где есть вот так. Умывальник, унитаз, обязательно форточка. Шкаф длинный. Да, это первый санузел. У меня их два. Так, заходим. Здесь есть гостевая спальня. Я специально сегодня, ну, не только для этого случая, а вообще убираю постель. Я считаю, что это достаточно интимно. Я не люблю показывать. Вот кровать, как часть интерьера стоит. А вот мои картины. Пользуюсь случаем вам показывают. Вот, видите, батареи по всей моей квартире и везде кондиционеры и телевизоры. Это я люблю. Люблю. Часто испытываю информативный голод, когда у меня нет телевизора. Здесь у меня сушатся одеяло. Такой технический балкон. Вот это бандура, которая, так сказать, дает тепло на всю квартиру. Там на крыше есть специальный такой бак, куда заливается горючее. Но я правда говорю, за 8 лет я ни разу его не включала. Но знаю, что люди, многие скучают по такому отоплению и оно вообще-то ценное. Как бы. Ничего не могу сказать, не пользовалась. Так, вот там у меня I love Alania, если захватит камера. Горы Тарусский. это север. Здесь юго-восток и здесь Кале. Ну, крыши с этими водными баками и вот баками для горючих. Для горючего, для вот на последних этажах разрешено устанавливать такое отопление, как я вам сейчас показала. это неизбежность. Вот эти вот крыши, вот эти бочки, это вы будете видеть всегда. Это не страшно. Мы привыкли. Сначала меня, конечно, это раздражало. Так, перемещаемся дальше. Вот такая спальня гостевая. Ну, я думаю, что метров, она, наверное, около 20. коридор где-то тоже метров 15, наверное, кухня метров, метров 16 квадратов. И здесь салон мой, тут я провожу большую часть времени, ко мне приходят гости. И тоже мы тут сидим. Такая мебель тоже дизайнерская. Ну, я художник, я это все люблю. Это все фрески, я сама расписывала стены. Да, они даже есть у меня в итальянских журналах, каталогах. Это люстра. Моя гордость. Ее повесила очень низко в надежде, что тут стоит журнальный стол. Но нет, нет, иногда головой цепляем. Имейте в виду, кто любит такие экстримы, как бы не всем советую. Здесь я музицирую. Вот это был балкон. И я его внесла. Я посчитала, что он совершенно не нужен как балкон. Я вообще не любительница сидеть на балконе, вот честно вам скажу. Поэтому я их оставила всего два маленьких. На одном вы были, там растения. На втором он такой технический. А я люблю дома. Вот у меня панорамные окна, открыл и сиди себе. И, знаете, как-то более защищенно, уютно, никто не глазеет, ветер не дует. Вот я люблю так. Ну, это дело вкуса. Каждый выбирает. Вот открываешь окно, тут опять колея, башня. Из кухни, кстати, видно море. Море. Я вам не показала, но будем экономить время. Так, это был салон. Здесь, пожалуй, метров 45, я так думаю. Метров 45, наверное, площадь получилась. Так, идем, двигаемся. Видите, какой коридор большой. Тоже можно. Везде эти батареи. Так, это второй санузел. Здесь я устанавливала джакузи для себя. Вот такой здесь еще есть у меня шопенчик. Это такое приспособление для подачи горячей воды, когда, например, в паспурную погоду бочки не нагреваются на крыше. Везде у меня цветы. Я это люблю. Так, пошли дальше. Так, здесь третья комната. Это мастерская моя. мастерская. Я себе пишу картины. Подробнее, если зайдете на мой фейсбук, там вы все увидите. И на ютубе кое-что есть. Вот работа не закончена, пока показывать не буду. и моя спальня. Тоже я была на постель. Я считаю, я вообще не всех сюда пускаю. Но вам, друзья, по секрету показываю. Вот такая мне кровать. Красная. Круглая. вот так. Вот это тоже был балкон. Вот я его внесла сюда. И видите, зачем он мне нужен, что там делать на этом балконе на огромном. Вот я его внесла, и у меня получается часть спальни. Вот она как расширилась. Видите? А так спальня заканчивалась там, где начиналась кровать. Ну и вид из окна примерно вы представляете. Это мой авокадо растет. Он хороший пацан такой прямо молодец. И здесь еще вот эта северная сторона еще Тарусские горы. Видите? Тоже воздух чудесный. Тихая квартира. Вот казалось бы на той стороне проезжая часть, но у меня туда не выходят окна. Тихая квартира и очень ее люблю. Ну вот и все, пожалуй. Вот и все. Была рада знакомству. Будут вопросы задавайте мне. И Юлия. Конечно же. Пока-пока. Пока. Пока. Субтитры